всем привет дорогие друзья подписчики и гости канала м-гейм с вами андрей броский и сегодня мы играем resident evil separate ways это история за аду события здесь будет развиваться параллельно событием 4 4 части компании за леона давайте приступим и он из миссии и стыке клосер ту ваше сомнолетно что на недвижимость наканулleg на деньги обоиси у нас до клееня Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Вы успеете приедать в городе на время? Да, но никто не помнит, чтобы рвать мою карпет. В городе там все контролируют. Они автоматически нападают каких-то интридеров. Звучите колокольчик. Это должно приятать их за время. Хм, звучит как они хорошие парни и девочки. К сожалению, время не у нас есть. Добавьте как много информации о параситах, и закончите эту маленькую еду. Так, глава первая. Позвоните в колокол, в церковный колокол. Ну, давайте приступим. Objectives, Mission Objectives. Мы уже посмотрели это задание миссии. Так, давайте небольшой взгляд на карту. Находимся мы здесь. Как видите, нам нужно пробежать, правда, через вот эту закрытую дверь. Добраться до церкви и позвонить. В общем, в колокол. Параллельно здесь бегает Леон. И отстреливает местных жителей. Так, так, так. Так, так. Звучит нас, так. Так, так, так. Так, так, так. Так, 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 так. Я�, ну, не могу дожить сесть. женщинам бросьте оружие ухты как она с серпом запустила у нас жестко за это мы ее застрелим в голову тут нам нужно попасть в церковь вижу это я там вижу их вот я там вижу вот я там на крыше этого здания мигает что-то до мигает не надо крик так тут должно быть где-то лестнице или живу да я кстати не сказал мы будем собирать все сокровища в общем-то максимальное количество нам придется убить противников я знаю что ключ должен появиться вот здесь вот вверху на крыше этого здания но пока что не пройдет возможно вот это застанка он там не появится скромная то мы подобрали маску здесь уже у нас целая компашка за нами заходит что у нас есть пару же у нас есть еще дробовик и мы подобрали уже две травы вот пожалуйста курица снесла у нас ключ который нам необходимо подобрать а давайте мы поменяем немного дробовик дробовик будем выбираться узнали здание да ну что ж ты целишься так долго ада не ожидал я тебя такого немного ее потрепали но упала зеленая трава яйцо в чем мы там еще что-то проверить можем нам время время нам уходить уху блин как много противников считая не должны пойти за леоном гоняться вовсю там что-то не загорась вода в этом выстрел не загорается кнопка должны были подняться наверх и получить получить этот ключ все теперь нам пора отсюда не сваливать да я его думал вот здесь еще лестница наверх нам нужно подняться вдруг тут что-то интересное завалялась давайте глянем да не зря да не зря патроны на дробовик спокойно парни спокойно все хотят схватить аду неравнодушны и местные жители дверь заперта здесь у нас в общем определенная гравировка но мы уже нашли ключ так что мы выбираемся из этой локации и как мы помним наше задание позвонить в колокол церковь ухты не успел я сориентироваться еще раз ударить ножом ну ничего мы подлечились сразу давайте поговорим с торговцем муркам добро пожаловать уилка удары с как они все говорили так что мы можем продать море я пока что я вроде ничего не подобрал кроме конечно вот этой элегантной маски но мы ее дори и будем а и полностью собрать так у нас тут всего у нас 5000 до 10000 для того чтобы получить карту сокровищ ну в общем и все остальное не хватает но он говорит заходите к нам в любое время так что мы к нему еще можем вернуться ну что ж давайте не будем затягивать вообще как бы если чоком ну сопоставлю сопоставлять события то да очень быстро как бы добралась до церкви и позвонила в колокол потому что если вы помните пока гонялся этот парень бензопилой за леоном надо уже в колокол в общем-то и позвонила так что тут ну попала из если логично то мы то мы так да ну чтож уже догнали нас со спины эти нелюди вот так вот в общем нам нужно быстро бежать и как бы если мы хотим хотим чтобы было было все как по сюжету но нам же интересно исследовать все локации все тонкости и найти все сокровища да ну как ты так быстро язык сюда добрался хотел я подобрать золотишко хай их тут все больше и больше но они в общем как бы аду и звезу и не упускают все погрались за ним но нам нужны очки мы хотим купить карту поэтому нам приходится приходится всех убивать 8 400 кстати с очков этого недостаточно для того чтобы купить карту сокровищ ну да ну как так ты плохая плохая четко 9 500 у нас судя по тому блин вороны забыл я жених можно с ворон еще много добра повыбивать играю я конечно не так круто как серега но смертей не будет ай вот только за ворон говорил и позволил им по улетать так ну а теперь у нас вроде бы на карту с сокровищами хватает я правда не помню будет ли у нас тут в этой локации еще один торговец чтобы назад не возвращаться что вообще карта говорит карта говорит что не будет церковь практически перед нами друзья но давайте все таки мы быстренько марш бросочек в обратную сторону тут совсем недалеко так что можно полминутки потратить великам великам ну а с другой стороны как бы мне кажется мы практически все тут и собрали так остается пять тысяч надо ли нам спрей первой помощи наверное и нет давайте быстрый взгляд на карту и ну как вы можете видеть практически все собрано можно было и не тратить конечно деньги ну ладно не тратить деньги и время надеюсь ли он там держится пока мы тут решаем моменты с картами мне интересно я все задавался вопросом когда серега настреливал в тире там по мишеням как он блин попадает так так метка хочу вам сказать что не так оно легко ну хотя когда привыкаешь все же можно наверное выстреливать но тем не менее его скилл меня поражает но тем не менее его скилл меня поражает и тут закончились патроны на пистолет вы представляете что это наверное многое слишком расстрелял ну ладно есть на дробовик так окей здесь еще гнездо как-то как-то где-то должно быть вот оно как раз так можно видеть колокол уже отсюда но если в него выстрелить я должна попасть внутрь церкви чтобы нормально позвонить в этот колокол не катит у нас ситуация стрельба из дробовика по нему снаружи дверь не открыт ну дверь заперта похоже что что-то ну да тут нарисована какая-то гравировка на двери попасть внутрь мы пока что не можем тут заперто видимо закрыто с другой стороны тут нам нужно про три семьи узнать какие у них ну и делок не логотипы как это правильно в общем символ так хотите ли вы вращать эту штуку но мы пока что не хотим по той причине что нам нужно сбегать еще вот сюда вниз и пошла вон забрать внизу то ли ключ то ли сокровище у нас тут ой умри 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 что же я постоянно нож бросаю ну убезнулась я решил не тратить я на нее патрон патронов кстати совсем немного их осталось 17 так трава собираем ну еще еще одна граната у нас в запасе вот о чем я и говорил что здесь кое какая драгоценность удачно ли я закинул гранату что удачно эй-эй-эй-эй-эй-эй также голову отрежут Ада, ну как ты так повернулась? Неудачно. Это жена того с бензопилой, который сейчас гоняется за леоном. Отлично, 3000 дают нам за ее убийство. Можно было, конечно, ее попытаться отбежать и так далее. Но на этом уровне сложности... Да, эта дверь тоже не откроется с Аперта. Что-то держит ее с той стороны. В общем, можно было, конечно, убежать, но... Тут рассчитано на этом уровне сложности патронов предостаточно для того, чтобы всех перестрелять противников. Поэтому, в общем-то, спокойно расстреливаем всех и бежим дальше. Кстати, насчет того загадки за церковью. Здесь у нас, видите, вот такие знаки и символы этих семей погребенных. Тут, получается, те, которые двойные могилы, те нам и нужно вводить. S, W и... V обычная. Вот эти вот символы нам нужно подсветить на том механизме для того, чтобы нам удалось открыть дверь в церковь. Вообще, тут все в три хода делается. Я первый раз, когда проходил, у меня получилось. Ну, сейчас посмотрим, смогу ли я сделать тот же сам, ту же самую процедуру. Так, раз, два, три. Пойди, три. Три. Теперь нужно четыре. Сейчас. Раз, два, три. Нет, тоже три. Вот. Теперь еще раз. Ну, я уже ошибся, я вижу. Так, сейчас еще раз. Раз, два, три. Зажигаем. Теперь четыре. Нет, я все правильно делаю. Теперь раз, два, три, четыре. Еще раз. Еще раз четыре. И теперь три. Так. Я с первого раза. Видите. Ну, я, конечно, прошел до этого. До записи игру я один раз пробежал. Ну, получили раунд инфигна. В общем, этот символ такой же самый, как изображен у нас на двери церкви. Кстати, я хотел сказать, что я, конечно же, проходил эту кампанию за аду еще давным-давно. В 2004, наверное, году. Именно тогда, когда эта игра вышла на PlayStation 2. Вот, с того времени, конечно, прошло у нас время. Будь здоров уже. Так, открыть эту дверь я не могу. Для того, чтобы это нам сделать, нам придется оставить здесь вот этот драгоценный камень. Который, кстати, найдет позже Леон. Вы вставили зеленый кошачий глаз. Называется так. Это драгоценность. И благодаря этому мы смогли выбраться из этой небольшой ловушки. Ну, не сдаются они. До последнего патрона в тем временем становится у меня все меньше и меньше. Вы знаете, что я вам скажу? Давайте мы, наверное, от этих ребят убежим. Все же у нас есть необходимый ключ для двери. И нам будет еще тут кого пострелять. Блин, вы представляете, попал. Вот урод. Хоть я и выстрелил. Из дробовика, причем хотел я оббить топор, летящий в мою сторону, но это меня не спасло. Смог он нанести мне повреждения. Так, я прошу прощения, иногда я говорю такими терминами, которые меня сами удивляют. Сам удивляюсь тому, что я произношу. Просто параллельно идет таймер у меня по времени, сколько записывается эпизод. И выдает мне иногда различные такие моменты, планшет, такие надписи, что я просто остановлюсь озадачен. Так, что же у нас? У нас есть одна светошумовая граната и немного патронов на пистолет. Кстати, вот мы собрали последнее сокровище, которое было здесь на карте. И можно двигать дальше. Нам сюда, на второй этаж. Патронов, конечно, у меня совсем немного. Мне кажется, я потратил все же больше. Стоило. Так, давай-давай-давай, умирай. Теперь будем ножом их зарезать. Дверь закрыта. Я не могу открыть ее с этой стороны. Я слышу какие-то... Какое-то... Ну, не плач, а какие-то... Какие-то звуки, в общем, скажем так, за дверью. Ну, мы прекрасно понимаем, что за дверью там у нас сидит дочка президента. Ну, ее должен спасти ли он. Зовут ее Эшли. Конечно же. Сутреложная музыка закончилась. Мы перебили всех. Но вот если поближе подойти, когда музыка не играет, кстати, слышно. Видите, какие-то такие вздохи, нервные, скажем так. Тут у нас портрет Салазара. Ну, и теперь наше задание. Первый раз совместить эту фреску. Тут тоже делается все легко. Главное, просто внимательно посмотреть. И будет понятно, как расположить какую... Опять же, фреску. В каком положении ее... В какое положение ее нужно повернуть. Ну, вот, по-моему... Нет, пардон. Вот теперь вроде как все правильно. Давайте совмещаем. По-моему, я сделал все правильно. Да. Механизм заработал. И теперь мы сможем позвонить в колокол. Видите, тем самым отвлечем этих местных злобных жителей от Леона. Вот. А потом, когда Леон прибежит сюда и будет спасать Эшли, дверь к ней будет закрыта, и ему придется прыгать по люстрам и... ну, совершать действия в обратном порядке, чтобы открыть эти решетки, опустившиеся. Ну, сделано очень здорово. Конечно, вот эта дополнительная кампания за аду, она дополняет гораздо сюжет... ну, более-более дополняет сюжет, и это здорово. Кстати, полное прохождение Resident Evil 4 у нас, конечно же, записано тоже на канале. Ссылочка будет в описании под видео, так что обязательно смотрите. Ссылочка будет в описании. Продолжение следует... The same principle used in dog whistles. This was inferred through the analysis of a tissue sample we retrieved. The tissue contained an organ presumably used for sensing sound waves. I've seen cult members carrying ceremonial rods, and I wonder if they emit these sounds. Of course, this is purely theoretical. The organization needs samples of the parasite to confirm or disprove these theories. That is the main objective of my mission, and the only way to prove my loyalty to the organization. The opening moves in this chess game have been played. There's no turning back now. Так, ну это был видеоотчет Ады о происходящем. Она работает на организацию, которая заправляет Вейскер, как можно понять из сюжета. Это тот же текст, тот же самый текст, который она только что зачитывала, друзья. В общем, первый эпизод у нас... Первая глава пройдена. Я надеюсь, вам было интересно. Не забывайте ставить лайки, если это так. Для вас играл Андрей Браскей. И продолжим мы самое ближайшее время. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok